В эфире телекомпании «Город» программа «Вызов принят». Здравствуйте! В студии Олеся Харлина. Главная тема сегодня. Не забывается такое никогда. Две рязанские школы стали местом ЧП. Попытка спастись или жестокая расправа, как девушка оказалась с ножевыми ранениями на козырьке строения. Думали, что оплачивают коммуналку, а оказывается давали наличные расходы руководителю фирмы. Хищение на 22 миллиона. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Там их оказалось двое. Их задержали буквально по горячим следам. Но к тому моменту они успели совершить еще одно серьезное преступление. Вечером следующего дня возле дома по улице Нагорная города Рязани без внешних признаков телесных повреждений было обнаружено тело 53-летнего жителя Московской области. Однако в ходе судебно-медицинского исследования было установлено, что причиной смерти мужчины являлась закрытая черепно-мозговая травма. По данному факту, железнодорожным межрайонным следственным отделом города Рязань было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это умышленное причинение тяжкого вреда здоровью повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. В убийстве женщины подозревается 29-летний рязанец, а в причинении смерти мужчине 45-летний житель города. По данным следствия, в обоих случаях к совершению преступления предшествовало распитие спиртных напитков, а также ссора. В настоящее время по делам проводятся необходимые следственные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Буквально через день в коллекторе канализации, расположенном на территории уже Чапаевской средней общеобразовательной школы, это в Михайловском районе Рязанской области, были обнаружены тела двух жителей совхоза имени Ильича. Правда, на этот раз есть предположение, что причина ЧП – не людская жестокость, а собственная невнимательность и несоблюдение правил безопасности. На территории учебного заведения велись ремонтные работы. По факту гибели мужчин Михайловским межрайонным следственным отделом в настоящее время проводится доследственная проверка. В ходе данной проверки следователям предстоит установить, отчего погибли мужчины, причину смерти, обстоятельства произошедшего. По результатам проверки необходимо принять процессуальное решение. Следователи разберутся в деталях преступлений, а мы покажем оперативные съемки. Но хочу напомнить еще раз – в ряде неприятностей нередко виноваты мы сами. Провоцируем и верим в то, что наши угрозы подействуют на совесть злоумышленников. Попытка спастись от души губа – случайность или личная трагедия. До сих пор неизвестно, что именно произошло с 29-летней девушкой, которая оказалась под окнами съемной квартиры на улице Мервинской. Ее тело обнаружили рано утром в четверг на козырьке одной из коммерческих пристроек многоэтажки. На теле жертвы нашли несколько ножевых ранений. Квартира, в которой предположительно произошло убийство, находилась на третьем этаже 11-этажки. Каким образом девушка оказалась снаружи, пока не установлена. На этот счет существует две версии. Либо ей помог преступник, либо она сама выпрыгнула в окно в попытке спастись от злодея, но полученные раны оказались несовместимы с жизнью. Уже известно, что погибшую звали Ольга, и не так давно она приехала в Рязань из Екатеринбурга. В местную прессу просочилась нелицеприятная информация о том, что девушка якобы была стриптизершей, но этот факт наотрез отрицают друзья и близкие. По их словам, Ольга действительно танцевала, но опуститься до раздевания не могла. А уехать в чужие края ее вынудила личная трагедия. В мае от Менингита умер ее возлюбленный. Кто и почему расправился с девушкой, пока тайно покрытая мраком? Впрочем, кое-кто из ее окружения намекнул, что знает убийцу. Но не пойман, как говорится, не вор. Будем ждать официальных комментариев. Коммунальные услуги и без того камен преткновения в сложных отношениях между жителями и управляющими компаниями. До конца очень трудно разобраться, на что же все-таки идут наши платежи. А когда слышишь такое, и вовсе сложно поверить в справедливость. Руководитель одной из крупнейших региональных фирм, обслуживающей более 50 многоквартирных домов, подозревается в хищении 22 миллионов рублей. По материалам сотрудников Управления экономической безопасности и правительства коррупции МВД России по Рязанской области возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации присвоение или растрата, совершенное в особо крупном размере в отношении бывшего директора Рязанской управленческой компании. По предварительным данным, указанная сумма поступала от жильцов в счет оплаты коммунальных услуг. Но вместо перечисления в Рязанское муниципальное предприятие тепловых сетей из-за отопления и горячую воду использовался руководителем компании для своих нужд, в том числе для оплаты личных кредитов. По версии следствия, хищение имело место в период с 2011 года по 2012 год. Проводится расследование. Директор, подозреваемый в хищении, арестован. Четверть века назад в Магнитогорске к высшей мере наказания был приговорен серийный маньяк по прозвищу «Лифтер» Дмитрий Гридин. С тех пор в городе выросло целое поколение, которое о нем и не слышало. Чего не скажешь об их родителях. Они на всю жизнь запомнили, как после школьных уроков до жути боялись войти в свой родной подъезд. А вдруг там маньяк? Как всем классом провожали домой одноклассниц, проживающих в многоэтажках с лифтом. Магнитогорцы требовали для маньяка публичной казни. Итог суда их устроил. Но в 92-м году президент России Борис Ельцин заменит казнь на пожизненное заключение. И вот в наши дни новый удар. Согласно закону, любой осужденный, отсидев 25 лет, имеет право подать документы на условно-досрочное освобождение. Что и собирается сделать Гридин уже в следующем, в 2014 году. На местных форумах разгорелись споры, виновен или нет. Но больше всего людей напугало то, что Душегуб может вернуться в родной город, где убивал детей. Недавно Гридин дал первое и единственное интервью нашим коллегам-НТВшникам. Спокойно и рассудительно он до сих пор продолжает уверять, что ни в чем не виноват. Его адвокат считал, что Гридина засудили общественным мнением. У него было действительно много аргументов. Он высчитывал время, сколько минут Дмитрий шел из пункта А в пункт Б. По подсчетам защитника, период времени маловато для определенных последовательных действий. Но тогда откуда Гридин знал подробности, которые рассказывал на следственных экспериментах? К примеру, в одном из подъездов он заявил, что не смог полностью раздеть убитую девушку, потому что его спугнула рыжая кошка, которая действительно там была. Или другой пример. В детском саду, где Гридин подрабатывал сторожем, следователи обнаружили санки, от которых убийца оторвал веревку и впоследствии задушил ей очередную жертву. В ходе предварительного следствия Гридин не жаловался на память. Даже описал резинку на сарафане одной из потерпевших. Провалы в памяти стали наблюдаться после свидания с адвокатом. Он начал лгать, изворачиваться и затягивать дело. Но это не спасло. На судебный процесс пришла многотысячная толпа, не поместившаяся во Дворце культуры. Приговор пришлось оглашать по репродуктору на улице, а к маньяку приставить усиленную охрану. Так велико было желание людей устроить ему самосуд. Боялись даже за родственников. Весь город в лице десяти общественных обвинителей требовал для него исключительные меры наказания – смерти. Первая девушка была обнаружена на личной площадке девятого этажа, выше ступенек, та площадка, которая идет уже на чердак. И она была задушена и полностью раздета. Это случилось в 1989 году. Рядом с погибшей десятиклассницей спокойно сидел маленький пушистый котенок. Девочка взяла его подруги и несла в сумки домой. С июня по октябрь 1989-го Дмитрий Гридин – студент Горнометаллургического института, активист, сын начальника одного из цехов легендарного магнитогорского металлургического комбината, подкарауливал своих жертв у подъездов, входил вместе с ними в ливн, душил, раздевал и затаскивал на чердак. Народ дал ему прозвище «лифтер». На счету убийцы семь нападений на девочек в возрасте от 13 до 17 лет. Трех он убил. Остальным удалось вырваться из лап маньяка. В силу молодости не все девочки понимали, чего от них хочет взрослый мужчина. Одна жертва чудом выжила после многочисленных ножевых ранений. Когда она очнулась, попыталась уползти, потом встать, убежать, он нанес ей несколько ударов ножом. После чего бросил на крышу этого дома. Но девушке повезло, соседка вышла белье вешать на крышу и обнаружила лежащую, стекающую кровью девчонку, тут же вызвала скорую помощь, милицию, девушку удалось спасти. Но она ничего не помнила, она только помнила, что был какой-то парень и руки, которые ее душили. На допросе своей дикие поступки садист объяснял ссорами с женой, которая не баловала женским вниманием. Гридин до последнего твердил, он просто хотел их поцеловать. Настолько красивыми и нежными казались девушки. Но те неправильно его понимали, и все заканчивалось одинаково. Кстати, ни одна жертва не была изнасилована. Впервые в городе был создан штаб под руководством обкома партии, но нападения продолжались. Фактически жители каждого дома создали свои ячейки и в каждом доме дежурили. Менялись там жильцы домов, но все смотрели за подъездами, за тем, кто входил. Люди провожали женщин, девушек, буквально до квартир. Уже информация дошла до руководства страны. Обычно маньяк резко врывался в лифт следом за жертвой, но в этот раз все было по-другому. Он увидел девушку и вошел в подъезд первым. Девушка вспомнила о предостережениях и слухах, которые ползли по городу, и решила на пару минут задержаться у дверей. Но когда вошла в подъезд, поняла, что мужчина ожидает именно ее. Жертва зашла в лифт, за ней последовал молодой человек. И как только двери захлопнулись, началась неравная борьба. Она стала ногами отталкиваться, потом скачила и нанесла этому мужчине удар сумкой. Тот несколько опешил, в этот момент двери лифта открылись. И девчонка выскочила на лестничную площадку, стала метаться от двери к двери, стала звонить во все звонки. Как назло был обеденный перерыв, и никого из жильцов не оказалось дома. Но вдруг одна из дверей приоткрылась, и из-за нее с любопытством выглянула старушка. Девушка и сама не помнила, как рывком откинула пенсионерку, забежала в комнату и захлопнула замок. С ее слов был составом фоторобот. Фоторобот стали печатать буквально все газеты, причем огромным тиражом. Но самое главное, впервые на месте преступления были оставлены важные улики. В момент борьбы маньяк потерял шапку и очки. Все милицейские и автопатрули получили задачу немедленно проверить пассажирские автобусы, трамваи, троллейбусы, перелопатить весь общественный транспорт и искать молодого человека без шапки. В 30-ти градусный мороз это было не так сложно. И вот один из автопатрулей остановил трамвай. И когда они стали проверять трамвай, то увидели, в общем-то, настороженного молодого человека по описаниям похожего как раз на этот фоторобот. И на нем не было шапки, хотя все, кто ехал в автобусе, мужчины, все были в шапках. Позже Гридин расскажет нелепую историю. Бутон сильно замерз, зашел в подъезд, чтобы согреться, нечаянно задел плечом девушку, а она подняла панику, приняв его за маньяка. Потому и убежал. На тот момент у Гридина была жена и шестимесячная дочка. Первое время супруга поддерживала с ним отношения, но потом повторно вышла замуж. Его же отправили на остров Огненный в колонию для пожизненников. В 2000 году Гридин обращался в Комитет по правам человека ООН, который признал, что в его деле допущено нарушение пакта. Нарушены право на свободу и личную неприкосновенность, право на справедливое судебное разбирательство и право считаться невиновным, пока виновность не будет доказана согласно закону. Решение об условном освобождении будет принимать суд. У осужденного не должно быть ни одного замечания за последние три года, а главное, он должен раскаяться в своих преступлениях, а значит, признать их, чего до сих пор еще не произошло. На сегодня это все главные криминальные новости. Если у вас есть тема для сюжетов, звоните в нашу редакцию по телефонам 720020 и 720021. До встречи!